Продолжение следует... Потому что единственное место, где мы находимся, это в полной заднице. Учитывая то, что происходило в конце предыдущей серии, когда мы побирали просто на ровном месте раз по 10-20, я думаю, здесь все будет тоже очень плохо. Но, среди прочего, мы сюда пробрались в одиночку, в самый оплот сил врага. Поэтому, я думаю, здесь будет достаточно много людей. Ну, не людей, химер, которые хотят нашей смерти. Так что, приготовьтесь. Здесь страшновато. А кто кричит так интересно? Хорошо. Что это? Непонятные механизмы. Да, вот и оно. Сюда мы шли. Вообще, наш приятель хотел, чтобы мы полетели домой, но это было бы достаточно глупо после того, как мы прошли столько всего. Прошли через такое количество неприятностей и приятностей просто направиться домой. Теперь мы уже по-любому должны закончить это дело, ну и заодно спасти мир. Это какие-то охлаждающие процессоры. Что-то в этом духе. Пойдем, поздороваемся. Пойдем, поздороваемся. Тихо. Не вставай. что хорошо чтобы стреляет уже на самом деле ваша проблема потому что после того что мы тут пережили предыдущей серии мне не более чем просто балласт который мы сейчас сбросим а вот уже посерьезнее паре хотя нет сюда пойдем чарли дошли а тебе слушай я нашел центр управления и вроде бы испортил систему навигации похоже мы дрейпуем прямо к башне теперь нам осталось отключить питание и мы сможем свалить эту штуку вниз круто давай уже это сделаем потому что какую эту а вот я норм слушай ты это неправильно делаешь хорошо пойдем сколько там врагов давайте их всех убьем ой опять эти появились эти твари ненавижу маленькие сами него это другим не дают я пожалуй предпочит отступить потому что что-то какие-то напряженные спокойно так чё это а сейчас секунду сейчас у меня есть для вас подарок ха кузнечик смотри на него так ну допустим да читерская пушка волхак просто хорошо так далеко не улетел давайте-ка мы это возьмем приятный аппарат в итоге получился после прокачки всей чуть базуки по-моему вошло или нет разобрались так чарли приятно удивляешь постоянно такой умный это энергоблок на конце линии видишь эти кабели по ним идет энергия от блока по всему терраформеру думаю они приведут нас прямо к энергоблоку они заперли все двери так так ну по нашему если бы все было так просто представляете хакер такой надо взломать пентагон там сайт пентагона ломать ломать не получается такой прикладом дал теперь все взломано конечно так а нам куда то ли нам сюда нет нам похоже не совсем сюда нам вот туда и сейчас надо будет встречать явно так один ушел второго мы сейчас сквозь стеночку термит второго уровня я им особо не пользовался но подише так хорошо погнали окей что дальше на айфона мать сколько ж можно насколько же можно и подобать это смотри на это количество жалко в этой игре нет никакого тяжелого пулемета потому что здесь он прям напрашивается сам собой в этой игре реально какой-нибудь мини ган чтобы выкашивать просто потому что враги стоят ну допустим не в одной игре такого не видел полный коридор врагов они все медленно двигаются но их столько что реально друг другу не мешает хорошо давай еще прощай да блин свалит от меня так теперь мне надо подлечиться потому что мне не очень хорошо кто-нибудь где-нибудь что-нибудь подобное видел а вот смотри нет вот на спокойно отсюда нет точно так ты чё давай сделай что-нибудь там прикладом ударь да нужно найти способ отключить его хорошо они защищают этот экран я не удивлен что происходит я куда-то залип так ты знаешь тебе нужно дроби ощутимый такой заряд и кому то еще и спас вольника сейчас прилетит я чувствую что он он мне бы еще аптечек чарли хоть хоть чуть-чуть получилось экран снег да я даже экран не вижу я просто убиваю монстров похоже я поторопился что опять не так ну нам нужно как-то попасть туда я думаю чарли ты должен просто попробовать первым пойти туда если у нас получится ну подскажи какую-нибудь мысль я не знаю там ну ладно нет а что если нет нет интересно что-то я даже не малейших понятий знаете почему потому что они сначала врагов вывалят мозг такой окей я пока отдохну а потом и потом начинают заставлять думать мозг то еще не это упадет так хорошо какие будут предложить разобьем силовые стержни и посмотрим что пути что ли нет а сами стержни точно что это это как мы прошли вперед вот дерьмо нам придется выйти наверх разделимся ты направо я налево все пойдем это все по-своему так напоминает half-life второй стадель ну я про это неоднократно говорил вообще по ходу игры определенный момент игры очень сильно напоминает именно half-life настолько на нее похоже что причем это во всех частях было что нет никаких сомнений что они просто многое копировали реально там срисовывали дословно так окей куда то мы приехали помещение технически вроде тут врагов быть не может хотя в этой игре может так а такое место сейчас чужое так б хеも летадло 1 а и нет еще еще желающих нет нет конечно аптечки так вроде все чисто там еще хватает врагов так ну что я могу сказать приступим живой еще ну как обычно 2-3 врага и этот мейнстрим лучше 50 60 офигеть как обычно патроны кончились врагов просто слишком много аптечек так и не дали или плохо искал я не знаю было бы клава мышь поэтому это было попроще но клава мыши нет поэтому это реально сложно так эти уехали ведь уехали а снизу там счет у нас пассажир по-моему есть да так три полоски жизни где я уж ну блин я постиг эту игру в полном объеме теперь она еще вон часом не сделала отлично монстр ты где давайте я пока убью чтобы мне не скучно было ну судя по звуку ты ты прямо надо мной да ой короче таковы обманываю все я встрял давайте убьем себя под землю еще не провалился у вас убил взрывом гранаты в следующий раз следите за кривизной игры все будет хорошо я постоянно собираю какие-то левые баги как это и дальше вдоль кабелей Джо найди энергоблок но блин я же уже столько их убил теперь по ноуся пофигу я даже не буду заморачиваться на скрытость я просто буду убивать этих гадов так призываю миллион солдат тут что никакого осталось просто убивать так летушки налетели хотя этим да блин я опять чем-то застрял сколько вас там офигеть кому расскажешь не поверит ох мясо полетело качественно ух ефона батя вы издеваетесь что ли офигеть да хорошо чем еще порадуйте такое ощущение что мне просто надо было вот сюда пройти а нет это было бы реально смешно потихоньку прокраситься можно было бы и все так что тут тут ничего сюда да вроде нет скорее всего врага последнего найти надо недобитка так и где то тут я провалился похоже да похоже ага до свидания так ладно где то еще должны нас пауниться враги я так понимаю по другому в этой игре никак или просто дверь открылась что тут было а вот ну хорошо я не ошибался как говорил что если предыдущей серии столько было а мы еще были на поверхности то в этой будет вообще просто какой-то садом и гамора оно так и есть я не буду прятаться в этой игре прятаться невыгодно в итоге потом когда выползишь на тебя уже налезет не пять врагов а пятьдесят пять потому что ты всех обходил я лучше всех убивать буду эм кто стрелял оооо сейчас можете прикольный тир устроить так в или или так что мне это дает о-хо-хо так фигу ты всяко налетела хорошо еще что то есть тут я прям слышу ладно пока мы думаешь не вернем сюда да такая огромная арена что я прям не знаю ну то есть я знаю сейчас будет мясо я прям не знаю даже как мне выжить окей я слышу я слышу их их там походу очень и очень много по-хорошему мне бы сейчас куда-нибудь спрятаться потому что там их по ощущениям штук так я не знаю 15 идет шоу да вылазь да блин куда ты подевался готова сюда что не дошел готов гатаулин твоя фамилия ребята вы просто закончить уже я не знаю потому что приду вот почитать я наверное за последний я не знаю час игры убил монстров в два раза больше чем за всю остальную игру вместе взятую так по ощущениям где чарли этот вообще с бардак враги забегают сразу стреляют с этим ну так и надо по идее просто обыдно куда я пришел не понимаю наверно куда-то куда надо нет чё давай сюда куда а сюда опять такой флешбек прямо не знаю вверх вверх цитадели ну вот вы и здесь мистер фрибен чарли ты где куда-то подевался ты же ладно неважно ты же чарли я тебя прикрою конечно прикроешь как ты мне раньше прикрывал свидание а блин ты посмотри нет да да погонь совершенно не облегчает мою жизнь без того все казалось бы очень плохо но извини братью не сам вышел ты меня уже прикрывал я увидел не прикрывал помощник если мы отключим экраны то сумеем открыть дверь ну конечно кто же еще кроме меня . ох мне нравятся мне эти звуки я так понимаю чё к нам только не идет на туда у тебя лови шо давай уже давай уже помогай чарли вот хорошо вошло и у тебя тоже ничего так когда уже это все закончится так ну первую допустим готова не реально подходить так перетянули что это просто вообще невозможно зачем так перетянули это по моему не красят игру так где 2 2 я так понимаю мне в другую сторону точно также пилить надо через мясо камон чарли хелп ми дело сделано теперь другая сторона так давай сразу мало ли там кто придет еще я хочу сейчас взять магнум потому что давненько им не пользовался а он крутой ну чё где все это подозритель окей это а вот нормально мне уже не спокойно как врагов нет что то значит не так и чё всего 8 штук очень издеваетесь что это по нашу душу вот оно проблемы пришли не сдулся еще так хорошо а не падает так а там еще большой где-то один а вон он бегать так чем мне его глушить я думаю вот эту штуку попробовать может быть торнадо мы против него они тут нет ни то нету криоматом да пойдем уже смотрите как это делается он даже не попадает смотри чарли блин дайте я угадаю что нас ждет за той дверью еще больше врагов окей пошли и куда мы так попадем к врагам мы уже близко джо я чувствую ты находишь энергоблок и уничтожаешь его я нахожу элиса чтобы мы смогли выбраться это сьюзан капелли сообщение для моего мужа джо надеюсь еще не поздно я жалею что отпустила тебя я думала что был шанс или просто хотела верить что этот шанс был но когда я услышала тебя по радио я не хотела тебя отпускать это была ошибка мне жаль джек в порядке здесь есть врач мы дали ему лекарства здесь есть дети и есть с кем играть он скучает по тебе я сказала ему что ты вернешься ведь ты вернешься посмотрим после такого что то я уже сомневаюсь число я сейчас чувствую будет такое мясо это что вообще это атмосферный реактор не зря нам это дают ой не зря ну чё пошли ой не падай ах не падай но посмотрел вниз так только я могу интересно же было ой ладно нет на самом деле игра она абсолютно вторична но при этом брала своей атмосферой как-то сеттингом но под конец это все реально вот подрастерял и остался только экшен то есть по сути она очень неплохая такая очень крутая но все это мы видели я не знаю там в паре миллионов игр до этого так что если если бы я в нее не играл то я бы абсолютно ничего не потерял чего-то такого своего в игре пока как-то не замечено кроме разве что оружие оружие здесь реально с изюминкой ну давай пойдем судя по карте энергоблок защищен неплохим экраном поищи поблизости стержни разбей их и экран пропадет ну я так понимаю это будет не очень просто да ты посмотри что там летает вообще чё погнали высылайте все ваши отряды работало давай спокойно спокойно мелочь поганая ооо бегут вот они раздражающие факторы маленькие сами по себе бесполезны но насколько мешающие как ужас и мы им и а е а л ох 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 вот тебя-то нам только не хватало разработчики такое ощущение решили типа мы ненавидим игроков конкретно игрока сейчас в таком окружении кофте вообще все выход драться с ним как как вообще да блин ой здрасьте все про на пипец это я смог взорвать только парочку но круто на какую платформу снаружи я уже ничего не понимаю по дороге ну ладно давай побежали уже побежали давайте не надо да это же да просто ну зачем вот вы вот подвяжитесь от меня вы все равно все умрете зачем вам меня воевать бегите отсюда из вредности что ли я не знаю чего жизни не хватает вот так и в итоге все равно их тех убила огромной глыбой пока смотри еще убиваю кого-то прицельное попадание у меня многозарядный револьвер у меня многозарядный револьвер отлично Да сдохни ты, пожалуйста, но. Так, в луч падать не надо, я понял. А вот и наш. Фух, давно игры меня так не выматывали. Наверное, со времен Dark Souls, но там это было оправданно. Это, блин, была хардкорная игра. Пока! Прилетайте еще! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, это конец. Ну, судя по радиопереговорам, там везде все стало вдруг внезапно очень хорошо, и все люди стали жить дружно и счастливо. В итоге, что я хочу сказать. Игра была офигенной первой, где-то, наверное, первые две трети. То есть, именно то, о чем я говорил. Был офигенный сюжет, офигенный сеттинг, вообще как-то персонаж такой за него можно было бы переживать. Как только мы попали, я не знаю, в тюрьму, даже не то, что в тюрьму, а после тюрьмы, после того, как мы попали в Нью-Йорк, игра превратилась вообще в какое-то безумное мясо. И не в смысле там, что интересное мясо, а просто реально там, я не знаю, как-то безмерно. Ну, то есть, когда ты попадаешь на локацию, и на тебя прет там по 50-60 врагов, при том, что, ну, у тебя реально 50-60 патронов. И просто на всех патронов не хватает. Это настолько смешно, насколько, блин, и круто временами было. Но все-таки я считаю, что количество врагов и экшенов, в частности, под конец, это не просто перебор, а кто-то из разработчиков серьезно чем-то болен и, видимо, сидит на каких-то лекарствах, потому что у него явно в голове что-то не в порядке. Но просто, что я хочу сказать, эта игра не лучше первой и второй части, которую я не сильно люблю. Она была лучше не в первых двух-третьих, когда был сюжет. Когда сюжет кончился, она стала такой же, как они. Не знаю, тем не менее, было полно интересных моментов, было полно интересного экшена, а под конец нас даже попытались удивить эпиком, но, по сути, не особо получилось, на мой взгляд. Хэппи-энд какой-то такой притерный, сладкий. В принципе, на этом все. Увидимся в других гораздо более интересных и продуманных проектах. Нархаж денег, чем это. Как бы там ни было, надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.